С вами новости спорта и я Марина Азябина. Здравствуйте. Отлично выступили в Тольятти на Кубке России по тэквондо-фудакан атлеты Удмуртии. Они выиграли 15 наград, 8 из них золотые, и отобрались на чемпионат мира. Поедут в апреле в Сербию Роман и Дмитрий Бахмутовы, Эдуард Ахмедзянов, Иван Амельянюк, Максим Одинцов. И к другим новостям. Хоккеисты из Штали провели очередной матч регулярного чемпионата в БХЛ. Дома они принимали Казанский Барс. Все подробности этого поединка у Татьяны Мальцевой. Перед этим матчем появилась недобрая информация для ижевской публики. Еще три игрока отозваны в Череповецкую Северсталь. Это Дмитрий Моисеев, Антон Сизов и Никита Попов. Главный тренер Сталеваров Ильна Загитов с долей иронии комментирует эту неожиданную ситуацию. Такое наш удел, да. Забирает у нас троих ребят только. Похвалишь их, то есть сыграет, похвалишь и сразу же забирает. То есть их не хвалить, что ли, чтобы их не брали. Шутки шутками, а состав придется перекраивать и очень серьезно. Загитов надеется на длинную скамейку, что найдется достойная замена череповецким ребятам. А пока в матче против казанского «Барса» один из уезжающих, Дмитрий Моисеев, заработал еще одну очко в свой актив, отдав результативный пас. В целом эта игра получилась лучше, чем с альмитевским нефтяником, говорят спортивные специалисты. С ними согласен и наставник. Мы перед игрой, ребят предупреждали, что «Барс» это не тот соперник, который прошлогодний был. В прошлом году, конечно, было тяжело с ними, но в этом году ребята уже и опыта набрались. То есть и победная серия у них была в шести игр, это о чем-то говорит. В первом периоде Кирилл Князев использует численное большинство и выводит эшсталь вперед. Ответ от гостей последовал лишь во второй 20 минутке. И все же перед последним выигровым отрезком «Столивары» получают преимущество. Артем Маслов делает счет 2-1. В первые два периода, я считаю, шла равная игра. Были моменты. Могли использовать, не использовали. Соперник использовал. Вот все. Концовка встречи уже проходила под диктовку хозяев площадки. Кирилл Князев оформляет дубль. Его двойной почин повторяет Алексей Трандин. На это голевое шоу барсы смогли ответить еще только лишь раз. Итог матча 5-2. Играла в этот день и эшстальевская молодежка. Только на выезде в набережных Челнах Глазовский прогресс встретился с местными Челнами. И уступил им 2-4. После очередного поражения подопечные Владимира Бояренцева расположились на последней 11-й срочке в турнирной таблице дивизиона «Восток». Неудачно стартовал молодежный состав купола «Родников» в первенстве «Дюбл». Оно проходит в эти дни в Санкт-Петербурге. После четырех игровых дней наша команда занимает последнюю строчку в группе, проиграв командам из Ревды, Новосибирска, Чехова и Тольятти. Не скучают и юные волейболистки. Они принимают участие в домашнем всероссийском турнире, посвященном Дню государственности. Приехали гости из Екатеринбурга, Череповца, Челябинска, Санкт-Петербурга, Нефтекамска. Для девочек 2003-2004 года рождения этот старт – этап подготовки к зональному первенству страны. Оно пройдет в Нефтекамске в середине декабря. На этом же турнире пока лидирует сборная Екатеринбурга. Ижевчанки команды «Рэзджушор» – вторые. Они выиграли у питерских волейболисток Нефтекамских и своих подруг из ДЮСШ-6. И уступили спортсменкам из Екатеринбурга. Впереди еще три соревновательных дня. Проплыть, потягать гирю, подтянуться, прыгнуть в длину. Ижевчане сдают спортивный экзамен, причем по собственному желанию, выполняя успешно нормы ГТО. Наша съемочная группа побывала в одном из городских спортивных центров тестирования. Раиль Низамудинов пришел в городской центр тестирования по собственному желанию. Студент колледжа государственной муниципальной службы, активный и спортивный. Занимался раньше в школе баскетболом. Играл за сборную Удмуртии. Теперь вот влекся боксом. Выполнить нормы ГТО и заработать золотой знак для него почетно и престижно. Мне нравится спорт. И охота как бы показать себя. То, что спортивный человек. Все упражнения, в принципе, легкие. То есть дать их можно просто легко? Ну да. Если ты занимаешься спортом, гиря может тяжеловато будет и все. С этим видом программы, кстати, Раиль справился и легко на золотой знак. Он успешно выполнил и другие нормативы. Прыгнул с места и проплыл 50 метров. Его примеру последовал и одиннадцатиклассник Никита Баженов. Это пропаганда здравого образа жизни. Чтобы каждый умел делать определенные вещи для здравого образа жизни. При поступлении там баллы начисляют. Люди очень активно. Сейчас вообще у нас люди развернулись к спорту лицом, так скажем. И в основном, которые идут сдавать, на серебро. Серединка все равно тянет на серебро. Работают центры в Ижевске уже 4 месяца. В муниципальном дворце спорта и в школе номер 100. Один раз в неделю мы принимаем наших граждан. Это воскресенье. Единственное, сейчас время плавающее. Либо это 10 утра, либо это 13.00. Это зависит от наполняемости мероприятиями дворца спорта. И тут мы немножко варьируем временем. Так что проверить себя и попробовать выполнить нормы ГТО не сложно. Все подробности можно узнать на официальном сайте ГТО. В набережных Челнах прошел ультрамарафон. Гонка на выживание среди любителей. Выступал там и Валерий Шкляев с экс-журбодьем. 73-летний атлет пробежал 61,5 километр за 7 часов 54 минуты. И выиграл забег в своей возрастной группе. В спортивной карьере Шкляева это был уже по счету 172-й марафон. Успешно справились с длинной дистанцией. Его земляки Маргарита Жернакова преодолела 55 километров. Олеся Лазарева 48,5. Ну а теперь анонс выходных дней. В субботу на кортах у стадиона «Зенит» стартует ветеранский парный турнир «Ижевская осень-2015». Ожидается в «Ижевск» приезд гостей из Перми Казани и Альметьевского. Начало в 9 утра. А 8-го в 10 в зале 46-й школы соберутся сильнейшие дартсмены «Удмурти», а также Пермского края и Татарстана на Кубке «Ижевска». В 5 вечера в Ледовом дворце состоится матч чемпионата ВХЛ. И Шталь на своей арене примет Ариаду из Волжска. И последнее. В Санкт-Петербурге еще в середине октября прошел финал всероссийского конкурса «Спортивная семья». Победу там праздновала семья Беловых из Удмуртии. Сегодня они гости нашей программы. И уже через несколько секунд мы с вами с ними познакомимся.